Здравствуйте! Это новости на канале ЭНСК-49 в студии Татьяна Чукжанина. Выкидывая мусор, многие ли задумываются, что становятся загрязнителями окружающей среды? Экологи уверены, что о том, как можно уменьшить вред, приносимый нами природе, надо учить, начиная с детского возраста. И здесь помогают различные конкурсы, например, «Вторая жизнь упаковки». На нем побывала наша съемочная группа. 1 и 2 ноября в Государственной публичной научно-технической библиотеке прошла выставка изделий историчного сырья «Вторая жизнь упаковки». Здесь было представлено более 300 различных экспонатов от 48 учреждений. Организаторы конкурса – городская общественная детская организация, Новосибирская ассоциация детских объединений. При поддержке управления молодежной политикой мэрии и Комитета по охране окружающей среды. Этот конкурс уже проводится действительно в четвертый раз и пользуется огромным, как говорится, спросом у нашего подрастающего поколения и в том числе их родителей. Большинство работ раскрывает главную цель конкурса – непосредственно донести и популяризировать, что необходимо обращаться правильно с отходами. Не всегда тот мусор, который мы выбрасываем в мусорную корзину, это мусор, как мы понимаем, а из него можно сделать какую-то поделку или дать вторую жизнь. На выставке все экспонаты выполнены детьми совместно с педагогами и родителями. Это различные поделки из пластиковых бутылок и крышек, различных трубочек и старых вещей. Выставка еще раз доказала, что человеческой фантазии, особенно детской, нет предела. А главное, у всех участников уже выработалось бережное отношение к окружающей среде. Я делала аиста из 5-литровых бутылок, пакетов и из крышек. Мы делали аиста вместе с мамой и вместе придумывали, как его сделать. Этот конкурс сделан для того, чтобы понять, что не надо мусорить на улице и всегда надо с собой убирать. Я сделала из стеклянных кубов и треугольников, куб и треугольник объемные. Мне он очень понравился и я два года уже тут участвую. Конкурс «Вторая жизнь упаковки» привлекает внимание детей, родителей и многие компании города, которых тревожит экологическая обстановка и экологическое воспитание подрастающего поколения. Мы видим вовлеченность детей именно в вопрос защиты окружающей среды. Я для себя еще, как родитель, отмечаю, что это времяпрепровождения родителей с детьми, когда они могут вместе что-то сделать. Это не родители в телефоне сидят вечером с детьми, а они вместе делают поделки, еще которые посвящены именно снижению негативного воздействия на окружающую среду. То есть мы закладываем потенциал и будущим поколениям, ну и нынешнее поколение, мы с вами, еще не все потеряно. Оказывается, можно сделать прекрасные кормушки для птиц, игровые домики и светильники, и даже стеклянную бутылку не обязательно выбрасывать. А можно даже наглядно показать другим, как надо сортировать мусор и как это должно выглядеть. Отрадно заметить, что все участники выставки, от маленьких до взрослых, понимают, что от каждого из них зависит чистота природной среды. Но самое главное, они об этом рассказывают тем, кто об этом не задумывается. А пора бы. К нам часто обращаются зрители, жители Новосибирской области по поводу действия судебных приставов. Как правило, неприятности у людей бывают в случае несвоевременной уплаты каких-либо штрафов. В ходе исполнительного производства сотрудники Федеральной службы судебных приставов арестовывают банковские счета, списывают денежные средства, порой несмотря на то, что долг уже оплачен. Тему продолжит Александр Булдаков. У граждан к приставам обычно есть две претензии. Либо сотрудники ФССП не могут взыскать с кого-то долг в пользу ИССА или принудить к каким-то действиям, либо наоборот, чрезмерно усердствуют в отношении должника. Именно такая история приключилась с сотрудниками нашего телеканала. Началось с того, что летом я нарушил правила дорожного движения, это нехорошо, делать так не надо, и не заметил штраф, который ко мне пришел. И вот я 18 октября открываю госуслуги и вижу, что я должен судебным приставам полторы тысячи рублей. И тогда я сразу же их оплатил, эти полторы тысячи, а уже на следующий день, сутки спустя, открываю свой другой счет в другом банке, вижу, что он арестован, там было 50 рублей, их списали, и 1450 рублей снова оказался должен приставам. Где-то в течение примерно недели у меня сняли все-таки этот арест и вернули 50 рублей, за что им спасибо. Что видится в этом деле? В первую очередь нерасторопность и неповоротливость Федеральной службы судебных приставов. Впрочем, как и то, что ведомство иногда отличается не обязательностью, а действия сотрудников при наложении обеспечительных мер в отношении должника не всегда бывают соразмерными. У меня был такой уже случай, когда я заплатил штраф, вот так же на следующий день у меня списали эту сумму, вот, несмотря на это. Ну, в общем, получилось, что я вдвойне оплатил, мне там ничего не вернули. Поэтому я так напрягся и прикинул, что если у меня было бы 10 счетов, то так получилось, что если бы деньги списали бы со всех них, то я бы заплатил там 15 тысяч, что, конечно, дороговато. Так что про это надо знать и быть готовым к подобному развитию событий. Мы попытались получить комментарий по поводу вышеуказанных фактов в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, но получили только письменный ответ, в котором говорится о том, что, в принципе, все действия приставов лежат сугубо в правовой плоскости и опираются на законодательство. Заскали лишнюю сумму или сделали это несколько раз, так это уже забота самого гражданина, которому, цитирую, необходимо обратиться в отдел судебных приставов с ходатайством о возврате денежных средств. Обращаться можно лично, по почте, через госуслуги или интернет-приемную на официальном сайте ведомства. Телефона в этом списке нет. И если этот документ дойдет до отресата, его рассмотрят в течение 10 дней. Так что совет тут можно дать только один. Старайтесь вести свои дела так, чтобы до приставов они не доходили. Утром 2 ноября в Новосибирске произошла массовая авария. Сразу 15 автомобилей столкнулись в Октябрьском районе на улице Холмский проезд после обильного ночного снегопада, сообщили в региональной госавтоинспекции. Судя по видео и фотографиям из социальных сетей, самосвал не смог подняться в обледенелую и заснеженную горку. Покатился назад, машину развернуло поперек. В свою очередь, другие автомобили просто не успели затормозить на скользкой дороге перед грузовиком, которая развернула поперек проезжей части. ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших, говорится в сообщении. 890 единиц снегоуборочной техники вывело территориальное управление автодорог на ликвидацию последствий снегопада в регионе. Дорожные условия в Новосибирской области ухудшились из-за мокрого снега и сильного ветра. Если вы попали в нештатную ситуацию на областной трассе, вы можете позвонить по номерам диспетчерского центра ТУАД, которые вы видите на своем экране. Согласитесь, не так много творческих объединений, попав в которые в самом юном возрасте, студийцы продолжают ходить туда, став взрослыми, а потом приводят своих детей. Студия изобразительных искусств «Перспектива» из Академгородка как раз такая. 1 ноября она отметила свой 20-летний юбилей. Юбилейные выставки из-за студии «Перспектива» – это всегда событие. На открытии в просторных залах Дома ученых яблоку негде упасть. Здесь и дети, и их родители, бабушки, и взрослые студийцы, некоторые из которых пришли сюда заниматься живописью детьми, а потом вернулись повзрослев. У меня занимаются в студии бабушка, дочь и внук, три человека. Или, допустим, да, есть у меня сейчас такие девочки во взрослой группе, которые когда-то были маленькими, приходили, отучились у меня, потом бросили в студию, потому что выпускный экзамен и все. И вот уже получив образование, став на ноги, получив профессию, они возвращаются ко мне взрослыми девушками и говорят, что вот мы хотим снова вернуться в студию, и это, конечно, вот дорогого стоит. Секрет многолетнего успеха из-за студии «Перспектива» возможно даже не в каких-то особенных педагогических приемах, которыми Наталья Васильевна, наверное, владеет в совершенстве. Любые методики будут бессильны, если в студии не будет атмосферы творчества, любви к искусству, искреннего желания наставника помочь своим ученикам в владении мастерством. А начиналось все не так просто. Я работала в школе, в каких-то детских клубах, в садиках, и там все время заставляли работать по определенной программе, по какому-то выстроенному расписанию, и меня всегда это очень не устраивало. Я мечтала о том, чтобы вот… Вырваться из этого всего. Да, из этого вырваться и самой решать, как, что, где, когда вести. И многолетние поиски дали результаты. И хотя эти картины написаны не профессиональными художниками, про некоторые из них этого не скажешь. А среди детских работ есть просто замечательные. Им отведен целый зал. И видно, что перспектива у маленьких художников есть. Недаром мы назвали нашу выставку «Время перспективы». И это очень такое объемное название, потому что время – это которое люди проводят в этой застудии. Время, которое наступает у человека в жизни, когда ему нужно куда-то идти. Многие выпускники студии продолжили свое художественное образование, стали настоящими художниками. Но, возможно, главная перспектива на их жизненном пути не в этом. И они, и те, кто не стал углубляться в профессию живописца, смогли почувствовать радость творчества, которой не так много в нашей обыденной жизни, и которую смогла им дать руководитель из-за студии «Перспектива» Наталья Васильевна Яковлева. 1 ноября в Сибирь-арене стартовал международный чемпионат и первенство мира по универсальному бою. О новой спортивной дисциплине, о том, как организаторам удалось привлечь команды из 36 стран мира, расскажет наш корреспондент, который побывал на торжественном открытии турнира. Универсальный бой – молодой комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу из пистолета и, собственно, рукопашный бой. Создал его в 1996 году первоначально, как русский бой, олимпийский чемпион подзюдо, кандидат педагогических наук Сергей Новиков. Сейчас у нас насчитывает действительно, да, международная ассоциация около 50 стран, но с учетом геополитической обстановки многие страны не смогли приехать, да, и, как мы всегда говорим, да, спорт вне политики, но, к сожалению, политики определенных государств, в основном это англосакские страны, они, в общем-то, запретили своим сборным выезд на наш чемпионат, хотя до последнего мы ожидали, да, такие страны, как Германия, Финляндия и так далее. Несмотря на отсутствие сборных команд некоторых стран и то, что Россия в этом виде спорта считается фаворитом, заранее победителей никто не называет, так как сильных бойцов приехало много. Всего на ринг и полосу препятствий на этих соревнованиях выйдут 180 атлетов. Приехали довольно-таки топовые спортсмены, которые выступают в мировых топовых промоушенах, они профессионалы, они бьются, и сейчас, да, в каждой из делегаций есть те люди, которые претендуют на медаль. И именно на медаль высшее достоинство. Торжественное открытие международного чемпионата и первенство мира по универсальному бою состоялось во второй день соревнований. И тут организаторы постарались. Что интересно, лед закрыли так тщательно, что даже внизу температура была вполне комфортна для проведения турнира отличного хоккея. Это арена мирового уровня, и вот этот турнир по универсальному бою еще раз подчеркивает ее многогранность. Здесь можно проводить не только хоккейные матчи, но и другие спортивные мероприятия, и мероприятия культурно-массового назначения. Поэтому в части проведения универсального боя либо другого турнира, не хоккейного, у нас первый опыт, он тоже будет полезен. Организаторами турнира выступили Международная ассоциация универсального боя и Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. Инвестиционная политика, она не может не учитывать и геополитику. И вы видите, какие санкции беспрецедентные против нас ввели. Скажем так, немножко у нас на подкорке сидело и то, что мы хотим показать миру, в том числе нашим, и, скажем так, не самым большим друзьям, что вся эта изоляция, это миф. Новосибирск – это даже не столица России, хотя это третий город по величине дал нашей страны. Задумайтесь, 36 стран приехало. Продлятся соревнования в Сибирь-арене до 4 ноября. В этот день будет и награждение. Состязания будут проходить ежедневно с 10 до 18 часов. Вход для зрителей свободный. На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова